Мы начинаем на естественные проекты внутри страны, в одном из самых правильных и правильных регионов в пользу музейного дела. Десятки федеральных экспертов, а с ними дюжина прорывных идей. Как в России будут развивать туристические направления, куда поедут туристы, как будут знакомиться с историей. Мы хотим, чтобы посетители пришли в наши музеи. Сейчас интерес не только к центральным музеям, не только к московским и петербургским. И у нас нет никакой конкуренции. Мы должны соединиться. Только в Татарстане больше тысячи музеев. Крупных районных, краеведческих. И те, и те становятся современнее. В них внедряются мультимедиа. Самое важное, посещая музей, это не только увидеть за двумя руками, за современные технологии, но самое главное понять историю каждого артефакта. Именно они и знакомят туристов с историей республики, включая и древнюю, как, например, Великий Волжский путь. Водную дорогу, некогда крупнейший торговый путь, нашедший отражение даже в Голливуде, хотят возродить, как туристический маршрут. Наш Великий Волжский путь является северной частью Великого Шелкового пути. И мы должны двигаться в общей стратегии глобального бренда. Брендом же всей России становится другой амбициозный маршрут по следам семьи последнего российского царя. Императорские маршруты – это места памяти династии Романа. Именно семьи Николая II, он пролегает через Томск, Омск, Тобольск, Тюмень и много других городов, к которым добавилась и Казань, где не раз гостила великая княгиня Елизавета. В императорском маршруте Казань появится уже в следующем году, пока путь монархов пролегает по 21 городу страны. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.